Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. Весной 1985 года в водах японского острова Янагуни были обнаружены остатки древнего города. Найденная находка состояла из огромного комплекса зданий, соединенных сложной системой дорог. Исследования показали, что город погрузился под воду более 10 тысяч лет назад, а это никак не укладывается в современную историю, которая утверждает, что люди в то время жили в пещерах, охотились на зверей, собирали коренья. Спустя 30 лет после открытия подводного города официальный научный мир продолжает утверждать, что всё это не рукотворное строение, а природно сформировавшийся ландшафт. И это невзирая на наличие в городе правильных геометрических фигур, окружностей и огромных каменных блоков. Некоторая часть учёных уверена в существовании ранних древних цивилизаций, уничтоженных какой-то климатической катастрофой более 10 тысяч лет назад. Что это была за катастрофа? Сможет ли выжить наша цивилизация, когда природные катаклизмы наберут максимальную силу? И что ждёт нашу цивилизацию во времена Перекрестья, где от выбора каждого человека зависит очень многое? Всегда следует помнить, что лишь объединившись на духовно-нравственных основах, сконсолидировав совместные поступки на благо общества и выбрав вектор в сторону истинного духовного развития, мы действительно можем изменить ситуацию с климатическими бедствиями в лучшую сторону. Доминиканская республика. 17 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями. Реки Азама, Юна, Чивика, Манагуаяба и Гайна вышли из своих берегов. Повреждено 3400 жилищ, 10 мостов и 13 магистралей. 75 населённых пунктов были отрезаны от внешнего мира. В городе Барахона за сутки выпало 396 миллиметров осадков. Гаити. На южный департамент страны обрушилось наводнение. Повреждено 80 домов. Пострадало 5000 человек. Эвакуировано 50 семей. Пострадало сельское хозяйство. Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями. Так что люби тех, кто относится к тебе хорошо. Прощай тех, кто неправ. И верь, что всё происходит не случайно. Мать Тереза. 22 апреля. Россия. На Ставропольский край обрушился шторм. Были сорваны кровли домов, повреждены автомобили. Вьетнам. Крупные оползни в Камуне Майхой смыли 16 жилых домов в реку Хао. Китай. В провинции Фудзянь в уезде Юндин городского округа Луньянь на деревню сошёл оползень. Пострадали 3 человека. Ямайка. От наводнений, вызванных проливными дождями, в приходе Кларендон, на юге страны пострадали 5000 человек. Затоплено 1000 домов. За сутки выпало 64 мм осадка. В течение дня было зафиксировано 14 землетрясений магнитудой 4 и выше. 23 апреля. Крым. В Симферополе прошёл снегопад. Канада. Сильные дожди и таяние снега в провинции Квебек и Онтарио стали причиной поднятия уровня воды в реках Оттава и Ригоу. За 12 часов выпало 72 мм осадка, что является месячной нормой для данного региона. Подтоплено 60 домов. Было эвакуировано 1000 человек в городе Ригоу, Россия. Во Владикавказе сильный ветер со скоростью 30 метров в секунду обесточил несколько районов. Были повреждены кровли домов и повалены деревья. Также пострадал от стихии посёлок Балта. Грузия. Сильный шторм обрушился на западные регионы. Самогрела Верхнюю Сванетию, Гурию и Аджарию. Стихия нанесла ущерб зданиям, возникли проблемы с электроснабжением. В Гурии пострадали 25 населённых пунктов, повреждены 220 домов. Коста-Рико. Вулкан Поас выбрасывал газы и раскалённый материал в течение 48 часов непрерывно. Магма вулкане продолжает подниматься к поверхности. В течение дня было сфиксировано 23 землетрясения магнитудой 4 и выше. 24 апреля. Россия. Вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла на высоту 2,3 километра. Это второй пепловыброс за сутки. Япония. Вулкан Нисиносима вновь начал извергаться после двухлетней паузы. Россия. Вулкан Эбека совершил 22 пепловыброса за два дня, самые сильные из которых достигали 2,1 километров над уровнем моря. Испания. В окрестностях города Альбасети выпал град. США. В результате сильных дождей в некоторых районах штата Северная Каролина были затоплены дома и более 100 автомобильных дорог. Обесточено 2700 домов. В международном аэропорту Ролидаром выпало 153 миллиметра осадков, что является рекордом за последние 130 лет. Эвакуировано 30 человек. В течение дня было зафиксировано 31 землетрясение магнитудой 4 и выше. 25 апреля. США. В штате Аризона площадь природного пожара в округе Пима достигла 3000 гектаров. Казахстан. На город и окрестные районы Петропавловска обрушился небывалый паводок. Службы ЧАЭС заявляют, что такого уровня воды не фиксировали там более 20 лет. 470 человек были эвакуированы. Эквадор. От наводнений и оползней в стране с начала года пострадало 140 тысяч жителей. Наиболее пострадали провинции Гуаес и Манаби. В течение дня было зафиксировано 33 землетрясения магнитудой 4 и выше. Сегодня человечество вошло в эпоху глобальных климатических перемен. И проблему изменения климата уже нельзя рассматривать как исключительно научную. Это комплексная, междисциплинарная проблема, охватывающая социальные, экономические, экологические аспекты. Из доклада учёных «АЛЛАТРА.Наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. 26 апреля США Крупный град размером с мяч для гольфа выпал на севере штата Техас. В округе Мендосина сошёл оползень. Германия В Баварии, в Баден-Вюртемберге, сильные снегопады стали причиной задержек авиарейсов и многочисленных дорожно-транспортных происшествий. Бразилия На штат Санта-Катарина обрушился мощный шторм. Были повалены деревья, повреждены сооружения. Пострадало три человека. Италия Регион Ломбардия пострадал от шторма. Осадки стали причиной подтопления. Парагвань По нескольким населённым пунктам на юге страны пронёсся небывалые по мощности торнадо. Скорость ветра достигала 56 метров в секунду. Были разрушены более 300 домов. Уничтожены поселы сахарного тростника, повалены деревья. Местами сошли оползни. Перун От пепла, выбрасываемого вулканом Сабанкая, страдают жители посёлков Салали, Тарукаи и Сипина. Закрыты школы, загрязнены пастбище. Объявлено чрезвычайное положение. Россия Сильный ветер со скоростью 15 метров в секунду в Тульской области оставил без электричества 12 тысяч человек. В течение дня было зафиксировано 18 землетрясений магнитудой 4 и выше. 27 апреля США Возле города Легет в штате Калифорния сошёл оползень. Чили В течение недели в стране было зафиксировано 29 землетрясений магнитудой от 4,5 до 6,9. Россия Вследствие лесных пожаров в Иркутской области было эвакуировано 443 человека. Выгорело более полутора тысяч гектаров леса. Зафиксировано 126 очагов возгорания. Пострадали жилые дома и постройки. Выгорела большая часть деревни Бугновка. В городе Братск население пострадало от угарного газа, концентрация которого превышала в три раза предельно допустимые нормы. Также пожары возникли в Красноярском, Забайкальском краях, Республике Тыва и Бурятии. В течение дня было зафиксировано 22 землетрясения магнитудой 4 и выше. 28 апреля США В штате Джорджия зафиксировано 115 природных пожаров. Вблизи города Ирвайн в штате Калифорния образовался провал грунта глубиной 3,5 метра. Япония Вулкан Сакуратсима выбросил столб пепла и газа на высоту 3,2 километра. Это первое извержение за последние 9 месяцев. В течение дня было зафиксировано 30 землетрясений магнитудой 4 и выше. В том числе землетрясения магнитудой 6,8 на Филиппинах на глубине 26 километров. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. В течение недели произошло 415 землетрясений в радиусе не более 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Всего за неделю более 27 тысяч человек стали климатическими беженцами. Когда человек в отчаянии, он думает только о том, кто ему поможет. И именно в этот момент очень важно понять, ты сам тот человек, который может тебе помочь. Выход появится только в тот момент, когда ты перестаёшь искать помощь на стороне. А до тех пор ты оглядываешься. Вместо того, чтобы присмотреться. Анхель де Куатье. В истории метеонаблюдений 1816 год является уникальным. Население Западной Европы и Северной Америки столкнулось с климатической аномалией, отсутствием тепла в летние месяцы. В июле были морозы, а в августе шёл снег. Этот год был назван «Год без лета». Причину такого явления в 1920 году раскрыл физик и климатолог Уильям Хамфрейс. Согласно его исследований, аномальная погода связана с извержением вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Извержение произошло в апреле 1815 года с силой 7 баллов по шкале вулканических извержений. А сильный выброс пепла в атмосферу вызвал эффект вулканической зимы, сильного похолодания в планетарном масштабе. Этот эффект возникает, когда пепел и сернистые газы образуют серно-кислые аэрозоли и в стратосфере на высоте от 11 до 50 километров распространяются как покрывало над всей планетой. В следствии этого солнечные лучи в малом количестве доходят до поверхности Земли, что вызывает похолодание климата. Такое явление фиксируется в значительном масштабе после каждого извержения вулкана, но ощутимым становится после извержения, которое достигает 6 баллов и выше. Извержение вулкана Тамбора вызвало понижение средней глобальной температуры на 0,4-5 градусов по Цельсию в течение года. На текущий момент официальная наука обнаружила 47 извержений, произошедших в истории Земли с максимальной силой в 8 баллов за прошедшие 420 миллионов лет. Последнее извержение такой силы было зафиксировано 26,5 тысяч лет назад на северном острове Новой Зеландии с супервулканом Таупо. Событие 1816 года стало серьезным испытанием для людей того времени. А как бы мы смогли преодолеть такое испытание? Смогли бы мы справиться с последствиями глобальной климатической катастрофы? Смогли бы протянуть руку помощи и отбросив все разделения, объединиться в одну дружную семью под названием человечество? И разве нужно ждать климатической катастрофы, чтобы объединиться в русле добра, любви, помощи и человечности? Или это можно сделать уже сейчас, убирая все искусственные и наносные разделения? Все мы люди, и у нас у всех одно место проживания, Земля, одна национальность, человечество, одна ценность, жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. Объединение людей — залог выживания человечества. Подробнее о климатической ситуации и решении климатических глобальных проблем читайте на сайте geocenter.info, allatravesti.com и allatradefacescience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Присылайте на почту сайта geocenter.info с пометкой «Для климат-контроля» информацию о климатических изменениях в мире, примерах объединения людей и помощи друг к другу в экстремальных климатических ситуациях, а также информацию, которая поможет уже сейчас начать делать конкретные шаги для избежания надвигающейся катастрофы. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.